С наступлением нового учебного года училища Олимпийского резерва, в котором учатся более 400 студентов, ждут серьезные изменения. В планах на ближайшие два года сделать на базе учреждения филиал одного из федеральных вузов Российской Федерации. Он будет готовить дипломированных тренеров. Данные специалисты сейчас в дефиците, тогда как количество новых спортивных объектов растет. К сожалению, до сегодняшнего времени, вы это хорошо знаете, ребята, спортсмены, которые завершают свою карьеру, студенты, в конце концов, училища Олимпийского резерва, не имеют возможности получить удостоверение о высшем образовании по специальности тренера в нашем регионе. Глава региона отметил, большинство спортсменов, окончив средние профессиональные учреждения, покидают регион. Это грозит потерей не только перспективных кадров, но и базовых видов спорта. Если изменение статуса учреждения – дело будущего, то смена руководящего состава уже произошла. С 1 сентября училище Олимпийского резерва возглавил Сергей Кузьмин, вице-президент футбольного клуба «Волга». Конечно, мы будем просить взаимодействия со всей спортивной общественностью, со всеми нашими образовательными учреждениями, не только системой спорта, но и системой образования. Вы прекрасно знаете о том, что мы с вами готовим кадры не только для своих образовательных учреждений, но и, собственно, для школ, для учреждений дополнительного образования. С планами на предстоящий учебный год, который коснутся все спортивные школы, поделился министр физической культуры и спорта региона Рамиль Егоров. Самый главный старт для нас, самый первый после пандемии – это чемпионат России по кикбоксингу, который уже состоится у нас с 3 сентября. Он будет продолжаться до 6 сентября, и для нас это было настоящим испытанием, чтобы мы получили все разрешения от Роспотребнадзора на право проведения данного мероприятия. Следующий крупный у нас – это чемпионат России по боксу «Ди женщины». Это стоит у нас на середине октября. В спортивном плане региона на осень также провести большой забег трейл-раннинга и традиционные мероприятия – День ходьбы и кросс-нации. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok